Приветствую вас, Ольга. Смотрите. Момент отличается в чем? Первое, вы пишите, что боитесь всего. Ну, просто вот, вы чего-то боитесь. Да? Ну, не очень понятно, не очень понятно, чего вы боитесь. Образно говоря. То есть, вы пишите, что у вас есть страх? Есть страх. Но страх чего? Непонятно. Это первый момент. И второй момент. Вы пишите, что... Ну, вот, спрашиваете, да, она? Спрашиваете. Как быть? А я хотел бы спросить у вас. Как быть, чтобы что? Ну, по итогу. То есть, что вы хотите? Конкретно. Начать чувствовать, к примеру. Можно вам в этом подсобить. Можно вам в этом помочь, чтобы вы начали чувствовать. можно, значит, посмотреть, по какой причине у вас ушли все чувства. Чем, или кем, они подавили ваши чувства. Можно посмотреть. Я бы даже сказал, что нужно посмотреть. Потому что, ну, как бы, значит, понять это нужно. Нужно понять. Можно понять. Можно. Можно понять. Если хотите, например, разобраться в себе, ну, тут тоже можем подсобить. У вас депрессивное состояние. У вас состояние подавленности сейчас. Почему, почему у вас, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ смотреть. Вот, что-то ваше чувство подавляется, что-то ваше чувство блокирует. Что блокирует? Ну, нужно смотреть, разбирать. Вот. Вполне возможно, что страх, который вы испытываете, и является тем огоньком, который ведет вас к вашим чувствам, и которые, возможно, удерживают вас от полного погружения в бесчувственности. Вот. Может быть, конечно, это и защита ваша. То есть, ну, вряд чего-то защищает. Такое, в принципе, тоже, тоже может быть вполне себе. Ну, нужно только, опять-таки, поисследовать, да, посмотреть. То, что вы пишете, значит, так, сегодня решила перестать общаться с подругой и сделала это. А почему вы решили такое, что они мне все равно ничего не подчеркивают? Почему я не знаю, как общаться с людьми? Стоит ли с ними общаться? Ну, как правило, люди общаются с людьми, значит, по поводу того, что ему интересно. А что интересно вам? Хотелось бы мне знать. Вот. Что интересно вам? Стоит ли? Стоит, потому что только через других людей вы можете попадать в себя. Так что, да, стой. Общаться с людьми определенно стоит. Без общения с людьми вы рискуете себя потерять совсем. Как общаться с людьми исключительно по поводу того, что вам интересно и по поводу того, что вы, ну, вот, что вам нравится по поводу того, что вам интересно и так далее. Только так. Тут вариантов особых нет на самом деле для вас. Вот. Дальше. Так. Просто приехал в другой город, стали друзья, многие просто потерялись, как будто общение с ними очень сильно изменилось. Да, общение с ними очень сильно изменилось, потому что люди поняли, что вы больше, условно говоря, не с ними. Вот. А это далеко не всегда приятно. Приятно и часто болезненно. Человеку хочется, ну, в такие моменты отдалиться. Человеку хочется защититься. Вот. Потому что ему больно. Так что да, я с вами здесь могу согласиться. Действительно это, ну, это действительно неприятно. Это действительно тяжело и общение меняется. А, простите, опять же, вопрос. А, чего вы ожидали, переезжая в другой город, что люди, как бы, как они продолжат с вами общаться или что? А когда вы решали переезжать? А когда вы решали переезжать, вы на что рассчитывали? Почему вы вообще переехали тогда? Да. Вот. Тут вот, как бы, не совсем понятно, вы вроде переживаете, вроде бы вы переживаете по поводу того, что происходит, но при этом вы переезжаете. То есть, извините, но это странно, по меньшей мере. И создает ощущение, что у вас, как раз, вот, и есть, значит, противоречие какое-то, видимо. И вот, противоречие, наверное, в первую очередь нужно разобрать. Именно противоречие нужно в первую очередь, ваше противоречие разобрать. Ну, ваше внутреннее противоречие нужно разобрать. Вот. Мне кажется, что так. Кажется, что так. Так, тогда и будет понятно. Вот. В целом, работать нужно с депрессивным состоянием. Вот. Если состояние вам откровенно мешает, то можете обратиться к урочу, например, к психотерапевту. То, что он вам выпишет антидепрессивным, если посчитать, ну, посчитать нужно это. Вот. Вам будет немного полегче, вам будет немного получше. Ну, вот. Ну, опять же, препараты, то, что стоит воспринимать, воспринимать исключительно только в качестве средства. именно средства, именно средства для, условно говоря, изменения своего состояния, да, практически не как сама цель, а именно как изменение своего состояния. Вот. И только так вы сможете что-то изменить в себе. Поэтому найдите возможность рассмотреть свою проблему более детально. Найдите возможность рассмотреть свою проблему более подробно, чтобы можно было дать вам, ну, такой адекватный ответ на то, что вы написали. Вот. Вот так вот, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их уличку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи! Спасибо! 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 Продолжение следует...